Здесь круглые сутки спасают жизни раненым хирурги, анестезиологи, реабилитологи, неврологи. В этом луганском госпитале врачи со всех уголков России. Мы приехали из Тулы, всем отрядом прикомандированы, я в составе госпиталя приехал сюда. Я из семьи военных врачей, поэтому все знали, что, куда я шел. Все все доблестно переносят тяготы лишений военной службы. Десятки операций в день и круглосуточная смена. В таком напряженном графике работают врачи луганского госпиталя. Здесь делают все, чтобы в короткий срок поставить раненых бойцов на ноги. Это наш долг, чтобы они сюда вышли здоровыми, сытыми, отмытыми, постиранными. Если у них чего-то не хватает, мы обязательно им дадим форму. Если у них не хватает обуви, мы ее предоставим. Если кому-то необходимо пообщаться с психологами, пожалуйста. Исходя из потребностей госпиталя, и был сформирован гуманитарный груз депутата Государственной думы Александра Прокопьева. Это генераторы, почти 30 тысяч упаковок лекарств от сезонных заболеваний и для укрепления иммунитета. Сотни комплектов постельного белья, подушек, матрасов и одеял. А также специальные военно-медицинские рюкзаки. Всего их пришло 40 штук. Рюкзаки имеют усиленный корпус, множество отсеков для лекарств, бинтов и шприцов. А также есть карман для термолобильных препаратов. О патриотизме можно говорить много разных красивых слов, но лучше, на мой взгляд, делать что-то полезное. Это намного важнее для людей, которые спасают, которые защищают. И я руководствуюсь этой логикой, поэтому сегодня здесь, в этом госпитале, передаю гуманитарный груз от себя, от моих земляков, жителей Алтайского края, от бейчан. И мы искренне желаем всем раненым скорейшего выздоровления и приглашаем, после победы, приглашаем к нам на Алтай. Бойцы, с которыми удалось пообщаться в госпитале, говорят о своей службе обыденно. Позвали ребята, сказали, поможешь, не вопрос. Оставил семью, объяснил, что надо помочь России. А у бойца с позывным Муна другая история. Его семья только через 4 месяца узнала, что он на спецоперации. Да я думаю, там переживаний было бы больше, наверное, делов. Так что дешевле, наверное, сказать, поехал на вахту, в принципе, да, там, а победителей не судят, как говорится. Из машины в госпиталь уже занесли телевизоры, а в палатах раненые принимают сладости и разбирают открытки, письма и рисунки от бейчан. Такие моменты очень важны для бойцов, особенно для раненых. Повидал, послушал много вот историй. Ну, да, жизнь полюбил еще больше людей, еще больше. Среди медперсонала около 40 женщин. Александр Прокопьев уделил время и им, поздравил их с прошедшим праздником и подарил девичью слабость. Конфеты. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. Специально из Луганска для программы День с толком.